Во, смотрите, Мегалодон выпрыгивает, и я выпрыгиваю на него, ооо, ничего себе, посмотрите, ребят. Приветствую всех в игрушке под названием Штормворкс, и сегодня у нас будет выживание вот на таком акульем корабле. Выглядит достаточно классненько, у нас такая получается белая акула, только в виде корабля. И давайте тогда сейчас посмотрим, как за неё вообще играется, как ею управлять. Ну, естественно, поуживаем против Мегалодона и попробуем ещё пережить пару таких хорошеньких цунами. Ну что же, открывается у нас люк вот на такую кнопочку, уже я сейчас его закрыл, тоже подпрыгнул и закрыл, получается. И смотрите, какой у нас внутри салончик. Тут у нас есть вот такая кроваточка, можно как бы нажать на F, и я уже, ребятоньки, сплю и смотрю в потолок. Также у нас тут имеется вот такое сидение пилота и, естественно, все датчики, которые нам нужны для того, чтобы играть за вот эту крутую акулку. Ну и давайте тогда сейчас будем приступать плавать за нашу акулку. В принципе, у неё очень-очень много прикольненьких способностей есть, которые я вам обязательно продемонстрирую. То есть циферка 1 у нас, ребятоньки, тоже что-то делает. Она вроде бы как раз-таки опускается под воду. Вторая циферка, ребятоньки, открывает у нас пасть нашей акулки. То есть смотрите, сейчас я вот так, наверное, ребятоньки сейчас нырну и в итоге начну опять всплывать. И вы увидите в полной красе вот эту челюсть акулки. Вот, смотрите, видите, её можно вот так закрывать и открывать. То есть такая небольшая прикольная штучка у нас есть на этой акулке. Так, ну и что ж, давайте тогда сейчас мы откроем нашу челюсть вот до такого размера, на полную. И посмотрим, что у нас под циферкой 3 есть. А тут у нас, ребятоньки, ещё вот такая приколюха. То есть мы можем включать какую-то подсветку для глаз нашей акулки. То есть она даже выглядит немножечко страшнее. Надо будет ещё потом затестить вот эти фонарики именно ночью. И посмотреть, как они хорошо светят, либо же плохо. Так, следующее, что у нас тут есть, это понижение скорости и на циферку 6 повышение скорости. Вот смотрите, сейчас я очень-очень много раз нажал на циферку 6. И в итоге теперь у нас акулка начинает ещё шевелить своим половником задним, тем самым ускоряясь. И в итоге мы видим вот такую робота-акулу. Она довольно-таки хорошо плавает. И давайте тогда приступим уже вызывать нашего мегалодона. А потом, ребятоньки, вместе с мегалодоном мы ещё вызовем и цунами. Вот, кстати, наш мегалодонишка уже отспавнился сзади нас. И сейчас будем, ребятоньки, проверять, кто кого догонит, кто кого слопает. Может быть, мы попробуем слопать нашего мегалодончика вот этими огромными челюстями. Если, конечно, ребятоньки, ими вообще реально можно что-либо скушать. Так, ну и где же, интересненько, наш мегалодончик? Я точно уверен, ребятоньки, что он сейчас где-то очень-очень низко пытается нас запугать, да? Во, как раз-таки вот, ребятоньки, только что я его увидел. Хорошо, что он меня, ребятоньки, вроде не потаранил. Из-за того, что я быстренький, я просто тупо взял и увернулся от него очень-очень даже вовремя. И, кстати, ребятоньки, тут у нас спереди есть вот такая какая-то штучка, какая-то непонятная точечка. Я бы, на самом деле, сейчас бы хотел проверить, что это такое, и давайте тогда сейчас заодно посмотрю, нападает на меня мегалодон или нет. Ну, смотрите, сзади его нету, поэтому мы сейчас спокойненько проверим, что это всё-таки такое. Мне кажется, ребятоньки, это просто какой-то обычный саплдроп. Какие-то, наверное, военные скинули вот такую небольшую коробочку, в которой, может быть, еда есть или немного денежек. Смотрите, кстати, меня мегалодон так и не может догнать, потому что моя робота-акула очень-очень быстрая и очень крутая. Смотрите, как она может выпрыгивать, как дельфинчик, и в итоге вот так грациозно входить в воду нашу. Смотрите, а вот теперь мегалодон нас уже догнал. И что ты, мегалодон, пофайтиться хочешь? Давайте тогда сейчас, ребятоньки, я попробую на него вот так напасть сам. Во, смотрите, мегалодон выпрыгивает, и я выпрыгиваю на него. Во, ничего себе, посмотрите, ребят, вот это месивый мегалодон меня взял и специально вот так затопил. Надеюсь, я сейчас выберусь нормально. Да, ребятоньки, всё, я выбрался, но у меня есть небольшая проблемка. У меня уже повреждена моя спина и немножечко живот, да? Вот видно теперь по вот этим царапинам. Так, мегалодончик, я надеюсь, ты меня не потопишь, потому что если потопит, будет, ребятоньки, вообще очень не круто. Ну, смотрите, я сейчас включил вид от первого лица, то есть вижу наш салончик. В принципе, пока что более-менее всё ещё в норме. Я не вижу никакой воды, никаких таких жёстких, ребятоньки, пробоин, которые помешали бы нам управлять нашей белой акулой. А мегалодон тем самым временем всё, ребятоньки, всплывает и всплывает. Это, конечно, жёстко, главное, чтобы он опять меня, ребятоньки, не протаранил. И, кстати, вот у нас уже вечереет, и мы как раз-таки проверим, как у нас хорошо светят наши вот эти фонарики. Ну, в принципе, они выглядят даже, ребятоньки, очень классно, когда ты играешь именно реально в ночь в нашем Штормворксе. И смотрите, меня опять только что немножечко мегалодончик протаранил. У меня уже реально весь хвост и вся спина и весь живот, то есть практически вся задняя часть нашей вот этой акулки уже повреждена, уже в каких-то царапинах, ребятоньки. Я даже чувствую, что мне немножко скорости не хватает. Так, можно побольше скорость нам сделать? Ну, смотрите, ребятоньки, я вроде бы скорость поставил на максимум. И давайте тогда сейчас я немножечко подхитрю, я сделаю день, потому что слишком жёстко будет нам играть ночью. Вам ничего не видно будет, да и мне как-то не особо. Но смотрите, я включил день, мегалодончик за мной уже выехал, и я ещё включил, ребятоньки, цунами. Ну, мне кажется, цунами на вот этом корабле акули спокойно пережить, потому что, в принципе, он, ребятоньки, плавает под водой. И он довольно-таки такой быстренький, поэтому мы спокойненько, я думаю, с этим справимся. Так, а у меня, смотрите, ребятоньки, мой хвостик перестал шевелиться. Может быть, из-за того, что он всё-таки повреждён? Да, мне кажется, ребятоньки, за этого, потому что в тот раз, как вы помните, хвостик шевелится. Ну, а сейчас что-то, ребятоньки, как-то он вообще дрыгается еле-еле. Так, смотрите, вижу сзади цунами. Давайте тогда сейчас поплоим именно прямо на него. Посмотрим, кстати, что там с мегалодоном будет. Может, он вообще куда-нибудь в небо там улетит, его волна как-нибудь отбросит. Так что он просто тупо, ребятоньки, офигеет. Но это мы сейчас выясним. Ну, а пока что мегалодончик разворачивается и уплывает в другую сторону, да? Ага, вот, смотрите, ребятоньки, а теперь в мою сторону начинает плыть. Ну, давай-ка, мегалодон, поплыли со мной вместе на вот эту огромную волну цунами. И посмотрим, кто из нас выживет, ты или я. Так, ребятоньки, я готов, я готов. Мне кажется, что я сейчас просто начну протыкать эту волну. Я не буду прямо на нее, ребятоньки, идти. Вот, смотрите, да, я сейчас просто тупо, получается, внутри волны. И я беру спокойненько и вот так проплываю. Только я сейчас теряю управление. Конечно, тяжеловато немножечко играть за акулу во время цунами. Ну, давайте посмотрим, что там. А, ну, смотрите, все, цунами уже мы одно пережили, можно так сказать. И главное сейчас, ребятоньки, выйти нормально в норму, а то сейчас у меня акулка начинает теряться. И я могу просто тупо ее начать как-нибудь ломать, просто тупо ободно. Во, все, наконец-таки, ребятоньки. Одну волну цунами мы пережили. Мегалодон как-то там. Ну, смотрите, мегалодончик вроде бы еще более-менее себя чувствует, тоже пережил волну. Ну, и где же, интересно, наши цунами? Смотрите, я тут уже плаваю, плаваю, жду цунами. Мегалодончик даже куда-то уже исчез. И цунами почему-то до сих пор нет. Но, мне кажется, ребятоньки, нам надо дождаться, когда вот эта полосочка огромная полностью забьется вот этим оранжевым цветом. И тогда у нас, возможно, уже появится новая волна. Причем, наверное, ребятоньки, просто огромная. О, мегалодончик, кстати, приплыл. Смотрите, а то он что-то куда-то пропал. Я его давненько уже не видел. И теперь он опять здесь. Что, мегалодончик, опять хочешь со мной пофайтиться? Или что ты хочешь? Я тут, в принципе, быстренький, маневренный такой корабль акулы. И, мне кажется, ты меня не сможешь все-таки сейчас взять и протаранить. Ага, он сейчас нырнул на дно. Давайте тогда посмотрим, где он там. Эй, мегалодончик, куда ты там спрятался? За дно-то. Мне кажется, ребятоньки, он пытается сейчас нас как-то обхитрить и взять и замочить нас. Ну да, вот, смотрите. Вот он только что был перед нами. И вот теперь я его вижу, получается, здесь. Вот он поплыл в ту сторону, ребятоньки. Интересно, а где же у нас все-таки цунами? Давайте посмотрим. Вот, все, у нас уже вся полосочка цунами заполнилась. И никакого цунами я все-таки больше не вижу. И это, конечно, ребятоньки, очень плохо. Видимо, все-таки нам надо цунами жать каждый раз на одну и ту же кнопочку. Потому что сейчас цунами, ребятоньки, чего-то нету. Ну и я, ребятоньки, уже включил второй цунами. Сейчас мы попробуем его тоже обязательно пережить. И, естественно, я нас спаунил побольше чуть-чуть мегалодонов. Конечно, не знаю, появятся они или нет. Потому что что-то в последнее время, когда спаунишь много мегалодонов, в итоге они вообще исчезают. Даже одного мегалодона у нас не видать. И вот, смотрите, ребятоньки. Наша цунами надвигается в нашу сторону. Замечательно. Сейчас мы его будем как-то переживать и смотреть, что у нас с этого, естественно, выйдет. У нас там, кстати, есть какой-то небольшой городок прямо наверху. Я думаю, на него даже можно будет как-нибудь попасть. Может быть, даже с волны спрыгнуть и прямо попасть на этот город. Потому что у меня такие случаи были, когда волна меня выкидывала так, что я просто тупо улетал на какой-нибудь остров. Так, ну и что же. Волна такая, ребятоньки, довольно-таки неплохая. Очень-очень даже огромная. Сейчас мы попробуем ее, опять же, тоже пережить. Но я хочу ее пережить как обычный корабль, а не как подлодка. То есть не под ней проплыть, а именно прям по нашей вот этой огромнейшей волне. Вы просто посмотрите, какая она огромная. Это реально какая-то жесть. Супер-мега-огромная волна. Кстати, под ней еще акулка тут плавает обычненькая. Так, и пробуем, ребятоньки, пробуем прям до конца, до конца. Эх, смотрите, все, у меня отказало управление. Я не смог до конца вот этой волны взять и как-то выпрыгнуть. Но в итоге все, теперь я выпрыгнул. Вы видите, насколько я подлетел. Ну и в принципе, я могу реально сделать такой хороший вывод. То, что на вот этой акуле очень-очень легко переживать всякие цунами и еще непонятные катаклизмы. Потому что она, ребятоньки, что на воде, что под водой очень-очень хорошо плавает. Ну а я думаю, на этом можно заканчивать наш видеоролик. Если вам он понравился и вы хотите продолжения, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok